Ярмарка меда, необычный конкурс красоты и выставка даров природы. Все это североказахстанцы могли наблюдать на площади возле областной ассамблеи народа Казахстана. Александра Салмина познакомилась с королевой медового бала и узнала, что можно смастерить из обычных овощей. Город в этот день по-праздничному наряжен. Юрты украшены воздушными шарами, цветочные композиции вокруг. Но главное, конечно же, люди. Североказахстанцы сегодня оставили плохое настроение дома. Они радуются, поют и танцуют. Кстати, для них на Центральной улице подготовили много интересного. Возле Дома Дружбы сладкая ярмарка. У каждой юрты кружат пчелы. Немало здесь и горожан любителей полезного лакомства. Гречишный, цветочный, донниковый, сотый, прополис и пыльца. Какой только продукции здесь нет. Установили семь торговых палаток. Мед свежий собирали этим летом, говорят пчеловоды. Некоторые даже планируют отправлять его на экспорт. Кстати, пчеловодство чаще всего семейный бизнес. У меня отец занимался, сейчас вот уже я как бы занимаюсь. Пчеловодство, своего рода наркотик уже. Вот зимой по ним очень сильно скучать начинаешь. Предпочитаю карпатку держать и карнику. У меня 50 семей. А вот на сцене собираются конкурсантки необычного состязания. Сегодня у них есть возможность почувствовать себя настоящими королевами медового бала. Праздничные пчелки сами придумывали себе образы. Шили наряды, готовили выступления. О себе я немного хочу рассказать. Люблю ее работать, пыльцу собирать. Маргарита Страшко уверена, именно она станет королевой бала. Приложила немало усилий. Удивляет судьи не только песнями и костюмом из парчи, но и кулинарным талантом. Коктейль из молока, меда, пыльцы. Вот. Это мы все взбиваем и добавляем апельсиновый сок. И получается коктейль-эликсир жизни. Стремление и уверенность в себе, а может и волшебный эликсир, помогли Маргарите победить. Последние деньки лета богаты на урожай. И как же им не похвастать. Арбузы, кабачки, картофель, помидоры. Из обычных овощей, фруктов и ягод участники фестиваля мастерят настоящие произведения искусства. К примеру, это цветочное панно сделали ученики лицея Дарын. Голубой и желтый цвета – символы независимости нашей страны. Ребята постарались отразить культуру и быт народа. А вот уютный дом для всех казахстанцев. К презентации своей экспозиции каждый конкурсант подошел творчески. У моей сорока ножки, на зиму замерзнут ножки. Осень стала наступать, пора лапки одевать. Коллектив городского отдела образования тоже решил отличиться. Вместо свежих овощей они принесли консервированные. Каждую баночку нарядили в национальный костюм. Внешний вид соответствует внутреннему содержанию. Вот это вот Ливан, мы ему даже дали имя, он у нас из кавказской национальности. Все они взяты между собой за руки и хотели бы, чтобы люди жили так же в мире, согласии, дружны. Североказахстанцы с интересом разглядывают съедобные поделки. Они дарят друг другу улыбки и поздравления. Хочу поздравить всех североказахстанцев с этим большим светлым праздником. Наша страна за эти годы добилась многого и в экономическом развитии, и в социальной сфере. Хочу пожелать, чтобы все были здоровы и дружны, чтобы и дальше стремились сохранить главное ценности – мир и спокойствие. Мы желаем городу счастья, здоровья, чтобы он процветал и был ярким, радостным для всех. Чтобы все жили в мире, согласии, как сегодня. Я хочу поздравить всех петропавловцев, весь североказахстан с таким красивым праздником. Это такое воодушевление, это для людей прекрасно все. Сегодня так красиво оформлены наши площади, кругом звучит музыка. Это говорит о том, что люди живут в благополучии, в мире и согласии. Александра Солмина, Владимир Боровков, Новости МТРК.